8.30 утра. Мы ждём, вернее я, Дэниел, на работе задерживаются у них, специальный класс по тренингу в связи с тем, что часто бывают нападения в госпитале с пистолетами. И вот у них какой-то класс. Точно не знаю, как он пройдёт, но потом приедет, расскажет. А сейчас я жду ремонтника по заборам, который в субботу не ответил, не приехал, но извинился и сказал, что сделает нам скидку и якобы уже выехал. Я отменила свою зомбу. Жду заборщика, вернее, мастера по ремонту забора. Ух ты! Красавица, красавица какая у меня тут распустилась. О! Я на всякий случай тут подсадила. Умнички! Умнички, умнички! Вон ещё у меня. Красотки, орхидеюшки. Прошёл час. Специалист по заборам не приехал, а Данилка уже выехал с работы. Говорит, закончилась у них тренировка, поэтому он сейчас едет домой. Ой-ой-ой! Вот она Данилку-то встречает! Познер говорит. Как ты тренинг? Без пистолей? Без пистолей. Ты не можешь использовать пистолей? Нет. Ой-ой-ой-ой! Он в прошлый раз принёс. Нет. Ну? Ну, come here. She another side, baby. Turn this side. No, she'll come to me. No? Come here, sis. Good girl. See? Who came to who? Yes. Oh, she got that boo-boo where you're still on. I know. We gotta go to Uncle Carlos again. You gotta put more bacteria. Ухо опять. Yes. You got boo-boo eye. You got boo-boo neck. Yes, you do. Yes, you do. You got flea dig? All right. We're cold. Cold. Huh? We still wait. What do you mean? You said it'd be here at 9.45. 9.45? Okay. Look at your clock. Yeah. Work for two days. Ha-ha. Okay. The daytron. Daytron? Yeah, it's the 24th. Yeah. Now you know how to protect the hospital from shooters? Yeah, I leave. I'm going to die, he says, if someone comes with a gun, he's going to get out of the car. All right, he's going to get out of the car. Don't I look like Spets Nuts? Я, говорит, не спецназ. Не спецназ. Too much. Долго рассказывал о себе, какой он крутой специалист. Что-то не похоже на работника-то. Начнем завтра. Полчаса уже разговоров. Цена еще не определена, но примерно тысяча-полторы уйдет. Абсолютно. И начнем спецназ. Я хочу спецназ. Привателем Дуйнос? Завтрак, обещал. Будем надеться. Ну, в Сочи. Видите, бегает. Катается. Ну что, визит товарища нас возбудил. Надеемся, завтра он придет. Хочу вам сказать, что... Ого, надо мне закрыть забор. Что... Было у нас такое... Пару лет назад. Тоже такой же шустрый. Такой же, знаете, белый американец. Деловой. Подрезал деревья перед Крисмасом. А у нас тогда много пальм этих диких было. И вот он говорит, все, нет проблем. Он брал как бы взялок. Половина стоимости своей работы. Я помню, мы отдали 170 долларов. Вот. Планировали, что он спилит нам все кусты. Эти два огромных пальмовых куста. И впереди, перед домом подпилил он деревья. Он спилил, да, один сук. Он как бы, знаете, какую-то определенную работу сделал. Спилил сук. Начал пилить пальмы. И якобы у него сломалась пила. И он исчез. Исчез. И получается, что мы не могли больше ничего узнать о нем. Но потом выяснилось, что он по улице у нескольких... У нескольких человек взял депозиты. Сделал вид, что он начал работу. Ну, как бы веточку спилил какую-то. Потом говорил, я приду завтра. Доделаю. И смылся. Тоже говорил, что он живет недалеко. Давал даже практически адрес. Дэниел даже ездил. Тут где-то недалеко от нас. Якобы его сестра живет. Она говорит, не знаю, съехал. Куда съехал, понятия не имею. Вот такие дела. Поэтому этот товарищ мне так напомнил того товарища. Но он работает полицейским. Работал полицейским. По нему видно, что он в хорошей форме. Грамотный. Речь такая. У него, говорит, успел рассказать очень много чего. У него и отец был шерифом, и мама каким-то офицером. Короче. Короче. Ну, по ему видно, да. Что он был полицейским. Манера разговора, выправка. Ну, почему не стал? Говорит, платили мало. После всех высчетов приносил там совсем мало денег. И вот это его не устроило. И дома практически не был. И когда появились у него дети, он вспомнил, что его родители постоянно отсутствовали, когда он рос. И он не захотел, чтобы его дети. Вот. Также. Это у него не один ребенок. Еще есть, видимо. Но не захотел, чтобы то же самое было с ним. И вот такой у него теперь бизнес. Заборчики делает. Ну, точную сумму еще не сказал. Ну, все посмотрел. Говорит, я подчитаю. Ну, предварительно на 1200 сказал. Ну, это вместе с покупкой материала. Ну, это еще терпимо. Вообще, за работу он берет... А, пятьсот пятьдесят, сказал нам. Ну, ему же надо купить весь этот материал. Ну, поэтому посмотрим. Поскольку нам это обойдется, но... Больше никто, по крайней мере, нам не перезвонил и не пришел по поводу забора. Поэтому мы рады хотя бы этому визиту пока. И будем надеяться, завтра я выходная, что он придет. Говорит, работает один. Прямо я даже, если честно, не знаю. Уже доверять никому не доверяю. Как-то все, знаете... Уж слишком долго он показывал фотографии, как он забор делает. Слишком долго он, знаете, рассказывал, как бы рекламировал себя. Тратил время на это. Ну, Данилка у меня впечатлился. Особенно, когда узнал, что он республиканец тоже. Не за демократов, а за республиканцев для Данила. Это был главный показатель. Данил на вид только суровый. На самом деле, как ребенок наивный. Верит всем тоже. Ну, пока он с нас не взял никаких денег. Завтра посмотрим. Завтра я буду дома. Фитнес пока отставляется в сторону. Будем добивать забор.